Дед Мороз, Санта Клаус и все-все-все. Продолжаем тему значения Рождества, значения Нового Года. И сегодня поговорим о различных сказочных персонажах. Таких как Дед Мороз, Санта Клаус, Батюшка Рождество, Дед Микулыш, Зюзя и различных других. Это все коллеги Деда Мороза, которые появляются под Новый Год. От них все ожидают, что они будут исполнять желания. И они несут в жизнь каждого человека некое обновление. Но все эти сказочные персонажи отражают глубочайшее желание изначальной души каждого человека верить в Бога и строить отношения с Ним. Так вот, в преддверии Рождества и Нового Года всегда ожидаешь какого-то чуда, какого-то обновления и, соответственно, исполнения желаний. И это так сильно находится внутри каждого человека, что находит выражения в различных мифах, в различных легендах, оживляет различных сказочных персонажей, главная миссия которых и состоит в исполнении желаний и в обновлении. Все знают о том, что есть на свете добрый Дедушка Мороз. Иногда он появляется вместе со Снегурочкой, иногда появляется вместе со Снеговиком или с какими-то бы ни было другими помощниками. На Западе это Санта Клаус, у которого в помощниках чаще всего гномы. И вот этот сказочный персонаж, ну, в нашей стране это Дед Мороз, он приходит в новогоднюю ночь и оставляет под елкой чудесные подарки для детей и взрослых. Особенно если они вели себя хорошо в течение года, заранее написали ему вежливое письмо о своих мечтах и желаниях. Но, наверное, мало кто знает или мало кто помнит, что Дед Мороз в том виде, в котором мы его знаем, появился лишь в 1930-х годах. Советское правительство тогда старалось искоренить Рождество и все связанные с ним обряды. Однако это не получилось и поэтому заменило Санта Клауса на Деда Мороза, Рождество и Рождественскую елку на Новый год и Новогоднюю елку соответственно. Ну, а прообразом Деда Мороза стало некое славянское божество или такой некий дух Морозка и вот появился в результате Дед Мороз. В некоторых странах Санта Клаус ассоциируется со святым Николаем, который любил детей и дарил им подарки. Однако практически у каждого народа есть и какой-то свой сказочно-исторический персонаж, который в Новый год и Рождество дарит подарки послушным и добрым детям и строго наставляет непослушных и, соответственно, злых детей. Желание иметь какого-то доброго, сильного и одновременно справедливого покровителя у человечества так сильно, что выливается в появление по всему миру очень разных и одновременно очень похожих по своим качествам персонажей. У всех коллег Деда Мороза совершенно разная история появления на свет. Разные сказочные помощники. Разный внешний вид. Все эти сказочные персонажи отражают глубокую потребность людей верить в Бога, иметь на своей стороне могучего, доброго и справедливого защитника. Появляются они под Новый год, потому что начало года это всегда самое религиозное время. Новый год это новое начало, это возможность оставить прошлое в прошлом, двигаться вперед, начать все с чистого листа, очиститься, обновиться, поставить перед собой новые цели, обрести новую решимость, жить лучше и так далее. И вот все коллеги Деда Мороза, они тщательно следят за поведением своих подопечных. Стараются поощрять хороших и прилежных детей, а также наставлять и увещевать детей непослушных и испорченных. Батюшка Рождество, например, из Великобритании, кроме мешка с подарками, носит с собой еще и хлыст для различных проказников. Зюзя из Белоруссии, кроме короба с подарками, еще и булаву держит на готове. Ну, вдруг там ребенок или взрослый вел себя неподобающим образом в течение года, соответственно, вместо подарка он может получить булавой по башке или как-то еще. Фея Бифана из Италии оставляет гостинцы только добрым и послушным детям. Шулунам же и забиякам достаются лишь угольки и зола. Вот они в течение года вели себя каким-то неподобающим образом и думают, что в конце года они все равно получат подарки, как и все остальные. А вместо этого им угли и зола. Если говорить про Монголию, то в Монголии есть такой персонаж, как Увлин Увгон. Так вот, для непослушных детей у Увлина Увгона тоже есть хлыст. Дальше у нас идет Синтеркласс. Этот персонаж из Нидерландов. Ну и дед Микулаш из Чехии. Эти носят с собой амбарные книги, где тщательным образом фиксируется поведение детей в течение года. Соответственно, основываясь на этих записях, потом и делается вывод, кто заслужил какие-то подарки хорошие, кто заслужил подарки среднего качества, а кто, соответственно, никаких подарков на Новый год не должен получать, а должен вместо этого задуматься о своем поведении. Очень строг к хулиганам и Корбобо. Это сказочный персонаж из Узбекистана. Пер-Ноэль это добрый волшебник из Франции. Но Пер-Ноэля, соответственно, уравновешивает Пер-Фуэтар. Так вот, у Пер-Фуэтара вместо подарков всегда наготове розги для вредных и непослушных детей. Можно сказать, что добрый волшебник, здесь похожий на Гендальфа Серого или Белого, имеет своего антипода. Имеет кого-то, кто должен выполнять какую-то неблагодарную работу. Потому что доброму волшебнику всегда хочется творить добрые дела. Ну а что делать, если по отношению к каким-то злым детям невозможно совершить добрых дел? Что тогда делать? Поэтому есть какой-то такой вот антипод. В Финляндии есть такой сказочный персонаж, как Юлу Пуки. И он что делает? Он вообще непослушных детей забирает с собой на перевоспитание. Вел себя неподобающим образом. Будь добр пожаловать куда-то в страшный дремучий лес. Там тебе расскажут, как нужно жить. Все эти традиции на самом деле отражают Божье Слово, которое также обещает вечную награду лишь верным Божьим детям. Ну и, соответственно, ничего хорошего не обещают грешникам. Ни один Дед Мороз или его коллега не даруют исполнение желаний или дары за просто так. То есть никто не может получить чего-то хорошее, при этом ведя неподобающий образ жизни. Это отражает понимание людьми того простого факта, что Бог в состоянии помочь только праведному человеку. Человеку, который соблюдает Божий закон. И хотя он любит всех, но он не может одаривать подарками тех, кто Божий закон игнорирует. Конечно, Бог никого не наказывает. Это делают сами люди, когда игнорируют и нарушают Божьи заповеди. Однако, как факт, исполнение желаний невозможно при дурном поведении. Также интересен и сам факт исполнения желаний. Что нужно? Сначала нужно хорошо себя вести. Потом нужно чего-то очень сильно желать. Потом нужно об этом писать в письмах Деду Морозу. И это отражает механизм современных для нашего мира таких понятий, как визуализация и аффирмация. Ты сначала представляешь себе картину, уже свершившуюся. Что ты что-то, что ты очень сильно хочешь, ты уже имеешь. А потом где-то это пишешь в дневнике или на листе бумаги или уверенным голосом проговариваешь слух о том, что ты это приобрел. Это очень распространено сегодня. Но, наверное, можно сказать, что это появилось не только в сегодняшнем мире. Об этом еще две тысячи лет назад говорил и Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 7-8 стих, есть такие слова. То есть просишь, получаешь. Ищешь, находишь. Стучишь, тебе отворят. Ну, а, соответственно, если не просишь, то не получаешь. Если не ищешь, то и не находишь. Если не стучишь, то и дверь тебе тоже никто не откроет. Можно долго-долго стоять под дверью и думать, если бы была Божья воля, то эта дверь бы открылась. Но в реальности, если человек не приложил никаких усилий, то дверь так и не откроется. И потом можно обвинять в этом хоть Бога, хоть кого, кого бы то ни было другого. В реальности просто ничего не произойдет. Конечно, есть и условия определенные для этого. Нужно сильно желать. Евангелие от Матфея, 21 глава, 22 стих. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Да, нужно просить в молитве, обращаясь к Богу, но еще делать это и с верою. То есть делать это искренне. Делать это от чистого сердца. Не как-то так, с серединки на половинку. Не как-то так, ну, получится хорошо, не получится плохо. Или не очень-то и хотелось. А именно с верою, вкладывая все свое сердце и всю свою душу в свою, соответственно, просьбу в молитве. Ну и также необходимо, чтобы это желание было праведным. Послание Якова, 4 глава, 3 стих. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Конечно, наверное, и обычные наши материальные желания тоже важны. И они тоже действуют. Если человек чего-то очень сильно хочет, он наверняка это получит. Можно мечтать и о поездке в теплые края, и о путешествиях, и, там, я не знаю, о машине, или об игрушках, о чем угодно. Но если это не соответствует Божьей воле, то можно об этом не молиться, потому что это не исполнится. Если, то есть, просишь чего-то не на добро, а чтобы просто лишь потешить свое самолюбие или употребить для своих каких-то вожделений, то с этим Бог не работает. Точно так же, как и Дед Мороз не работает с непослушными, проказливыми детьми. Получается так, что наше желание служить Богу так велико и так неистребимо, что даже если атеизм или гедаизм или еще какие-либо силы стараются забрать нашу искреннюю веру, то все равно наша изначальная душа находит замену своей потребности верить и жить праведно, создавая сказочных персонажей и наделяя их очень схожими с Богом качествами. Сейчас такие личности, как Олен Церо из Испании или Папа Паскуаль из Колумбии или Юль Томтен из Швеции или Юль Нисе из Норвегии или Эхэ Дыл из Якутии или Сюгат Сусан из Японии и многие-многие другие друзья и соратники нашего Деда Мороза становятся неотъемлемой частью культуры своих стран. Они обросли своими легендами. У каждого из них целые отряды сказочных помощников и в целом это создает атмосферу праздника и ожидания чуда, что в целом очень даже хорошо. Однако нам не стоит забывать о том, что все эти сказочные персонажи лишь тень реального Бога, к которому и стремится наша изначальная душа, который и есть настоящий исполнитель всех наших сокровенных и праведных желаний, что только Он может по-настоящему как-то обновить, очистить или изменить нашу жизнь. Вот такая вот тема у нас на сегодня, что все легенды, все сказочные персонажи, все коллеги Деда Мороза, да и сам Дед Мороз, это лишь отражение неистребимого желания каждого человека верить в Бога и строить с Ним искренние близкие взаимоотношения. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и любая обратная связь, конечно же, приветствуется. Ну а мне остается пожелать всем замечательных новогодних праздников и большое всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok